Как-то коротко и быстро мы с нашими умными гостями перешли от темы кристаллов к теме обилия кофе. И как-то так стало страшно, когда мы пристали, что делать, если ты заварил всю банку, прям сразу в банку кипятка. Вот это, наверное, очень экстремально. Ладно, вернемся к основной теме. Итак, у нас в гостях сегодня, как всегда, Павел Хаснулин, научный популяризатор, автор проекта Science. Доброе утро. И, конечно же, Александр Александрович Кракш, досотрудник лаборатории Роста кристаллов Института геологии и минералогии имени Соболева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Александр Александрович, мы прочитали одну вещь интересную про группу ученых из Ирландии, которая разработала новый метод прогнозирования потенциально смертоносных извержений вулканов, изучив какие-то крошечные кристаллики, которые в вулканическом мусоре содержались. Часто ученые в мусоре копаются? Нет, ученые в мусоре не копаются, но касательно этого исследования это очень здорово, потому что извержение до сих пор такая серьезная проблема, которая может наносить урон близлежащим возле вулканов городов. И, собственно, это не мусор, а это минерал, который называется клинопероксен, и в нем были обнаружены такие следы, благодаря которым мы можем предсказывать будущее извержение. Как? По каким свойствам? Там такой процесс, что, собственно, когда вулкан у нас существует, у него под ним есть такой резервуар, где копится сама эта магма, магма и лава. И, собственно, когда у нас резервуар бывает просто наполнен, но извержения нету, а как только туда поступает какая-то новая магма, она может изменять состав. То есть она перемешивается, и сосад новый, и кристаллы, которые растут в этой магме, пока он еще там, внутри, в резервуаре, они начинают расти, и там таким образом растут эти минералы, которые копят себе определенный элемент. И этот минерал как раз вот клинопероксен, или еще клинопероксен может быть, да, то есть он копит определенные вещества, и когда извергается, мы можем видеть, что, ого, значит, лава перемешалась, и когда-нибудь, может быть, через несколько дней или через несколько, там, лет, у нас будет серьезное извержение. Предупреждение такое? Да, да. Ну, что-то я вроде считал, что там до 90 дней можно прогнозировать. Так, вопрос в прогнозировании понятия через несколько лет, значит, у нас есть такой вариант, что возможно смертоносное извержение. И что делать? Предотвращать или просто убегать? Ну, смотрите, там как бы разные могут быть варианты. Извержение может случиться от нескольких дней до нескольких, там, или лет. Нельзя достать эти кристаллики оттуда, эти уходники. У нас еще есть геофизические методы, благодаря которым мы можем предсказывать дальше, уже будет там извержение, или, то есть, в ближайшие дни, или все-таки через несколько, там, какой-то длительный период, так времени. А эти кристаллики нам помогают сделать более точные прогнозы. Это очень важно. Вот так вот. А как, я не понимаю, почему точно стало известно, что они именно внутри, они как в вулканическом мусоре, может быть, это было что-то на поверхности, нет? Был выброс, я правильно понимаю. Да, предварительные такие извержения, как бы, есть такое еще понятие, как перезарядка вулкана, то есть, он может сначала сделать небольшое извержение, а после чего уже, где мы как раз обнаружим вот эти самые, как вы называете, мусоры, то есть, на первый акцент, а потом же, да, будем говорить о каких-то серьезных. Тут важно понимать, что вулканы же не извергаются внезапно, то есть, стояло тихое, ровное место, а потом бац, и вулкан извергся. То есть, сначала происходят какие-то сейсмические процессы небольшие, и мы видим, что выделяется наружу там, ну, пар, допустим, водяной, или еще что-то. И, соответственно, вот с этими выделениями можем обнаруживать эти микрокристаллы. А вот что, в Ирландии есть опасные вулканы? У них Исландия еще рядом есть. Вот там самые опасные, да? Хорошо, что мы далеко, ребят. Это еще не все. Новости мы остальное обязательно обсудим после рекламы. Так. Павел Хаснулин, Александр Кракш, для сегодня наш основной предмет исследования — это минералы и кристаллы. И вот что еще пишут. Химики из США и Индии впервые синтезировали галинен. Правильно говорю? Галин. Галинен. Ну, галинен, да. Хорошо. Двумерный кристалл галлия. С помощью эксфолиации галлия, нагретого до температуры плавления, ученым удалось получить двумерный кристалл, толщиной около пяти атомных слоев на нескольких подложках различного состава. Галинен, полученный таким образом, может иметь сразу две различные конфигурации. Плоскую, гексагональную или немного искривленную рамбическую. Зачем? Вот. Это то, о чем я думала, пока читала. Все, конечно, очень звучит умной и просто великим достижением, кажется, но зачем? Ну, тут надо вообще понимать, что история начинается еще с графена, да, когда вот получили мы первые такие, их называют 2D материалы, да, плоский материал, который мы можем не какой-то в объеме, а вот именно в плоскости. Тут идет вообще уже, собственно, понимание законов, ну, для чего вообще нужны 2D материалы, когда мы… вот компьютеры, да, у них есть внутри какие-то вот процессоры, да, и там есть небольшое количество транзисторов, и мы… Есть такой закон Муровых, который говорит, что каждые два года у нас количество транзисторов уснуется, и мы будем удавиться им меньше и меньше все делать, но в какой-то момент мы упремся в потолок, все, мы меньше не сможем сделать. И вот поэтому создается такое новое, как бы, новое семейство минералов, не минералов, материалов, 2D материалов. Вот, собственно, благодаря таким маленьким материалам мы сможем прийти вот в новую эру, создание других совершенно иных материалов, которые будут более эффективны. А вот то, что теперь может быть сразу две конфигурации, и вот плоская, как вы говорите, и немного искривленная ромбическая, две. Зачем нам две теперь? Потому что некоторые минералы и материалы, они могут в разных направлениях иметь разные свойства. Поэтому, когда мы говорим об одном направлении, допустим, гексиканальном, мы здесь имеем одни свойства, а когда я поверачиваю, допустим, другую, ромбическую, мы имеем даже другие свойства. Это очень удобно. Один и тот же материал, но при этом разные свойства. Например, можете привести пример из какой-нибудь области? Ну, может быть, наверняка все слышали про такие гехраичные минералы, которые, допустим, при одном направлении у нас один, при одном освещении один свет имеет, а при другом освещении другой цвет. Это александрит, очень часто такой женщина, обычно его используют в своих колечках. Есть такой, да? Да, он при разном освещении... Это только для колечек полезно? Нет, это не только для колечек полезно. Для чего еще? В лазерных технологиях, в частности, используются такие вещи, да, то есть мы можем определенным образом вращать кристалл, и в разных направлениях у него будут разные свойства. Круть! Вот про лазерные технологии мне очень нравится. Это для здоровья никак не опасно? Скажите, Павел, это из вашей области. Нет, конечно, не опасно. Ну, в смысле, здесь речь не идет пока об опасности о здоровье. Здесь речь идет о том, что это новые технологии, которые позволяют получить какие-то приборы, допустим, очень точные. Ну, а про лазеры, использование лазеров в медицине мы не в рамках сегодняшнего. В России эти технологии уже тоже пробуют? Или это только и США, и Индия? Нет, конечно, в России тоже пробуют такие технологии. Ну, у нас есть определенный задел в этом плане, так что мы и не отстаем. Хорошо. Ну, вот продолжая про гален, давайте, что у нас делается непосредственно в Новосибирске? Ну, я, собственно, я специалист в области роста уже таких монокристаллов. У нас, когда мы будем говорить о галене, да, допустим, это, у него есть такие свойства, как, сложное слово, топологический изолятор. То есть, мы можем, то есть, такой хороший пример мы обычно приводим, что у нас есть, допустим, дерево, которое мы оборачиваем фольгой. То есть, дерево не проводит ток, а фольга проводит ток. И то есть, вот такие вот материалы, они имеют, то есть, они внутри не проводят ток, а на поверхности проводят ток. И как это вы используете, зачем это делать? Это вот как раз то... Почему взять не просто один предмет, который полностью весь проводит ток? А потому что мы можем, по-заму счетологических изоляторов, проводить ток именно в определенном направлении. То есть, электроны будут двигаться током в определенном направлении. И это очень важно для создания такой вещи, которую сейчас часто, наверное, тоже говорят, многие слышат квантовый компьютер. Так, мы слышали что-то, но... Квантовый компьютер... Ну, это... О квантовом компьютере можно много говорить, его создают какие-то вот такие первые прототипы, но это что-то такое сверхмощное, пока еще даже человеческому... Ну, то, что... Мы знаем, что это. Это называется сингулярность. Сингулярность. Да, можно все одним словом называть. Ну и как выращивают эти монокристаллы, раз вы в этой области шарите? У нас много разнообразных методов. То есть, касательно, допустим, каких-то тех же топологических изоляторов, можно использовать метод Бриджмана. Это когда у нас есть такая вертикальная печь, куда мы можем помещать ампулу с нужным веществом, и с помощью определенного нагрева выращивать эти кристаллы. Либо другие кристаллы, это лазерные кристаллы, используются... Ну, знаете, самый яркий пример, мы всегда приводим кристалл солью, наверняка все выращивали у себя дома, и такую веревочку опускали в раствор с солью, и у нас, собственно, там... Многие еще привязывали к концу этой веревочки маленький кусочек соли, и у нас начинал выращиваться кристалл. Вот таким вот образом, только гораздо более сложным, в тигрях, платиновых, в мощных печах мы начинаем выращивать большие кристаллы с четким контролем температуры, роста и веса. Вот еще очень важно в этой новости, которую мы читали про монокристаллы, что их научили выращиваться, минимизируя дефекты. Какие там были дефекты? Почему они были так опасны, что их нужно было минимизировать? И как это делается? Дефекты... Ну, на самом деле, знаете, дефекты, они в разных кристаллах имеют разные свойства. Иногда мы пытаемся избавиться от дефектов, а иногда, наоборот, хотим добавить дефектов, потому что... Так, 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 так. Чем полезны дефекты? Для красоты. Есть такой материал, называется галисилен, он очень хрупкий. Ты очень красивый, Саша. Да, дефекты иногда красит, да, даже кристаллы. И галисилен, допустим, он очень хрупкий, но благодаря добавлению туда определенных дефектов, то есть не изменяя структуру, не изменяя основных свойств, добавляет вот таких вот, мы называем это дапирование, мы делаем дефекты, и таким образом материал становится более устойчивым. То есть в каком-то плане это тоже иногда полезно. Слушайте, а если честно, еще кроме квантовых компьютеров, монокристаллы, еще в чем используются? Ну, объемные монокристаллы, это чаще всего лазерные технологии и полупроводники. Ну, то есть сейчас наступает как бы такое время, когда у нас больше становится не газовых лазеров, которые вот мы наверняка, большинство видели, это в поликлиниках стоят такие большие будки, ну, в каких-нибудь клиниках, там, по лечению класс, такие будки это газовые лазеры. А вот твердотельный лазер как раз на кристалле, они такие маленькие, небольшие, удобные, их можно с собой куда-то носить, передвигать. И самое главное, можно увеличивать их мощность. Да, и мощность, собственно, да, это одна из самых важных таких понятий. А какого цвета монокристаллы? Обычно бесцветного, но мы можем в зависимости... Есть разные типы, да. В смысле бесцветного? Прозрачные, нередимки? Если зеленки добавишь, будет зеленый. Но белые? Есть разные типы кристаллов, а они разного цвета, иногда бывают бесцветные. Скажите, от чего зависит цвет кристаллов? Цвет зависит непосредственно от структуры, да, то есть мы можем... Какие кристаллы самые красивые? Настя ведет к драгоценным камням. Из лазерных самый красивый, наверное, рубин. Он используется и в лазерных... Лазерный кристалл, да? Он может использоваться в лазерных, да? Вот это да. А мы его на шею. Я не знал. А оказывается, это может практическую пользу человечеству принести. Серьезно, кристаллы используются в медицине? Конечно. Кроме вот... Нет, в основном в лазерных технологиях, естественно, для оптики в первую очередь кристаллы используются, но также они могут использоваться для каких-то там специальных устройств. Но это, опять же, все в основном техника. То есть это не так, что кристалл... Не так, что полезнее ты вызываешь, да? А мне интересно, по качеству они не отличаются? Ну, природные и... И выращенные. Нет, конечно, отличаются. Вот смотрите, это яркий такой пример кристаллу. Вот я уверен, что у каждого у вас есть кристалл. Вот у каждого у вас. Он стоит в вашем телефоне в виде процессора. Кристалл выращенный где-то компания Intel, наверняка, которая использует эти кристаллы. Почему мы используем искусственные кристаллы? Потому что где-то нам нужно избавиться от дефектов, а где-то мы, наоборот... Вот природные чаще всего... Человеку вечно надо что-то поменять. Ну, природные чаще всего с дефектами, конечно же. А когда мы выращиваем их искусственно, мы стараемся минимизировать количество дефектов. А вот еще... А природные можно в науке использовать? Очень-очень. В технике. Сейчас мы... Для красоты в основном. Для красоты ученого, да. Чтобы он попросил. Еще, Александр, расскажите, что такое жидкие кристаллы, чтобы люди понимали, в чем разница. Ну, жидкие кристаллы... Как бы создаются... Жидкие кристаллы, наверное, мы все слышим, вот жидкокристаллические экраны, жидкокристаллические экраны наших телефонов. То есть те кристаллы, которые определенным образом растворены в неком таком... Очень тонком слое раствора, который находится в наших вот экранах. И, собственно, определенным образом, когда они поворачиваются в этих экранах, мы видим с вами тот или иной свет. Если повредить экран, высыпятся кристаллики? Там такой очень тонкий слой. Если вы ударите в экран, он разовьется, там ничего не вытечет. Это прям очень тонкие пленки. Жуть, аж страшно становится. К сожалению, время эфира ограничено. Так много мыслей и так много умного я услышала, что даже не могу говорить больше. Давай я уже Саша включу. Суперкратесенькую, забавную историю жизни просим рассказать Александру, потому что у нас скоро новости. А связаны с наукой или с... Неважно. Любое, любое. Какая покороче. Один раз, когда я был студентом, и меня мой научный руководитель оставил меня в лаборатории, сказал, чтобы я выключил плеч на определенный нагрев. И там рос очень важный кристалл. Я пришел и понял, что мне не хватает навыков для того, чтобы выключить эту печь, потому что я еще слишком молод, и я боялся взять на себя эту ответственность. И я сказал... Кнопочку нажать. Да, там нужно было переключить печь в определенную, ну, определенную другую установку. И я пришел, посмотрел на печь, там очень много разных кнопок. Они все светились, они все моргали. И я... А я как раз возвращался с пары, да, заехал в лабораторию, посмотрел на этот прибор, сказал, что да нет, наверное, не сегодня. Позвонил руководителя, у меня задержали на парах, и, собственно, печь я в этот момент не отключил, спас науку, я считаю. Вот так очень важно иногда понимать и оценивать свои силы. Спасибо большое. У нас в гостях был, как всегда, Павел Хаснулин и на этот раз Александр Кракжда. Спасибо. 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 А-а-а, скорее!